Никакой другой болезнью люди не болеют, так часто, как ожирением. Мировая статистика показывает, что 40% людей имеют лишний вес, а это практически половина. Мы решили узнать, в чем же причина такой плачевной статистики. Что более 90% ожирения, это связано с алиментарно-конституционального генеза. То есть это то, что связано с приемами пищи, с неправильным таким пищевым поведением. Мне очень понравилась идея одного эндокринолога российского, который сказал, что у нас надо думать не о здоровом питании, а о здоровом пищевом поведении. То есть, наверное, это изначально наше отношение к еде. После первой волны карантина в августе 2020 в туристическом центре Европы, итальянской Венеции, гондольеры удивили приезжих новшеством. Шестиместная гондола могла взять на свой борт только пять пассажиров. Причина тому – лишние килограммы у туристов, которые появились за время малоподвижного и стрессового образа жизни на карантине. Эпидситуация и сегодня остается напряженной, и проблема ожирения для наших сограждан не менее актуальна. 26% женщин и 16% мужчин в нашей стране страдают из-за ожирения. Врачи отмечают – это не эстетическая проблема, это вопрос здоровья, который люди не могут решить годами. Более того, после долгих карантинов статистика идет вверх. У людей повысился уровень стресса, который привыкли заедать, а также появился быстрый доступ к холодильнику при работе на дому. Вот только отношение к еде, как к средству, чтобы раскрасить серые будни, ни к чему хорошему не приведет. Очень часто люди едой заполняют освободившееся пространство. Раньше были походы в кино, раньше были, возможно, прогулки с друзьями, раньше был фитнес, раньше был шопинг, раньше был дэнсинг. Все это куда-то ушло, и вместо этого заполняет тарелка. Конечно же, когда мы говорим в этом контексте, когда еда является спасением от скуки, это плохо, это неправильно. Еда очень важна для человека, но она может решить на самом деле только одну проблему, и эта проблема называется голод. Чтобы узнать, есть ли у вас лишний вес или ожирение, ученые придумали элементарную формулу. Для этого вам лишь нужно знать свой вес и рост. Формула себе представляет, мы вес в килограммах делим на рост, который возводим в метрах, в квадрат. То есть, допустим, у человека рост метра 70, то есть мы 1.7 возводим в квадрат, либо перемножаем, и вот этот какой-то коэффициент, который мы получили, мы его, наш вес, делим на этот коэффициент. Получаем какую-то цифру условную, да, и все, что ниже 25, это норма. Все, что выше 25, это уже избыток массы тела. Если коэффициент превышает 30, мы уже говорим про это ожирение. Пару лишних килограммов сильно не повлияют на ваше здоровье, но если ваш индекс более 30, то пора обратить внимание на свой внешний вид и побеспокоить специалиста. В первую очередь лишний вес повышает риск развития множества заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, сахарный диабет, остеоартрит и даже онкология. Очень часто лишний вес – это проблема, в первую очередь, пищевого поведения, того, что формируется в детстве. То есть, как-то вот есть такой, да, там, семьи, у которых все лишний вес. И тут это вопрос не всегда про генетику, это больше, наверное, вопрос про пищевое поведение. А чем опасен лишний вес? Это же не эстетическая проблема. То есть, если только была бы эстетическая, было бы все хорошо. А лишний вес приводит к развитию ряда заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, которые продолжают занимать первое место в мире по причине смертности. Инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь – это про лишний вес. Это холестерин – это тоже про лишний вес. В народе есть такой миф, что если сесть на диету, то проблема решится сама собой. Но правильная диета – это не просто уменьшение калорийности в пище. Каждому человеку необходим индивидуальный рецепт, подобранный специалистам. Как известно, яд от лекарства отличается только дозой. Многие кидаются из крайности в крайность. Например, убирают из рациона совсем углеводы. А углеводы – это источник нашей радости, серотонина. Как же без углеводов? Углеводы – это клетчатка, это работа кишечника, углеводы должны быть. Другая крайность – убрать из рациона жиры. Наш мозг состоит на 80% из жиров. Нам нужен холестерин для всех-всех процессов. И если он не поступает извне, организм сам начинает его вырабатывать. То есть должно быть очень правильное, очень разумное отношение к содержимому вашей тарелки. Универсальная рекомендация – это есть 3-4 раза в день и ни в коем случае не устраивает ночной перекус. Также очень важно включать в рацион все – жиры, углеводы и белки, но в умеренном количестве. Ну, например, поделюсь телезрителями, классным правилом называется правило ладони. Если хотите есть мясо, возьмите свою ладошку. И вот ровно вот эта часть – это должен быть кусочек вашего мяса или рыбы, не больше. Если хотите взять кусочек сыра, отсчитайте два своих пальчика, две наружные фаланги. Таким должен быть кусочек вашего сыра. Сложите руку в кулачок и ровно столько положите на тарелку гарнира. Ну, а салата может быть достаточно большая порция. В ваших двух ладошках поместится прекрасный салат. И тогда, если количество порций их наполнения, количество приемов пищи в день будет соответствовать вот таким вот несложным правилам, все получится. Врачи напоминают, самые красивые женщины – это здоровые женщины. И совсем не обязательно при этом иметь формы 90-60-90. Кристина Черновалова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Кристина Черновалова, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».